Хей, друзья! У вас есть ровно 3 секунды поставить лайк, если бы вы не хотели бы, чтобы на нашу землю упал астероид. Считаю. Раз, два, три! Приветствую всех, с вами Илюша, и сегодня мы возвращаемся в игрушку под названием Solar Smash. Как вы помните, эта игра заключается в том, что мы должны разрушать нашу планету. Но дело в том, что тут у нас произошло недавно обновление, и в итоге нам добавили вот такой какой-то непонятный шарик. Как он действует, что он вообще делает, мы сейчас, друзья, вместе с вами и узнаем, потому что я еще ни разу, друзья, его не проверял. И, в принципе, вы могли только что заметить, что он сейчас сделал. Стоп! Он просто тупо врезался в планету и в итоге мигает каким-то синим цветом. Стоп, это все? Это твоя вся фишка, что ли? Ну-ка, если я тут тебя сделаю? Ну, в принципе, смотрите, друзья, они как бы копятся, то есть я могу их в разные места положить. Интересно, а если я, допустим, их вместе скомпоную, они будут друг к другу липнуть, потому что такое чувство, будто они на магнитах. Да, смотрите, друзья, они липнут друг к другу, получается, мне как-то с вами что-то можно сделать, по сути, если они, друзья, как-то все-таки мигают и ничего не делают. Хм, у меня, конечно, есть одна идея. Если я, допустим, возьму и лазером начну понифигачить, начнется что-нибудь? Ага, смотрите. Стоп! Да! Смотрите, цвет меняется! Воу! Серьезно, друзья, вы это видели? Офигеть! Сразу же у нас вот такая вмятина произошла. Стоп, а это откуда взялся? Неужели я тот еще не взорвал? Воу! Зря я, ребятоньки, это сделал. В итоге теперь у нас вообще не осталось ни одного вот этого заряда, вот этого кругляшка какого-то непонятного. И в итоге теперь мы уже имеем вот такую огромную дыру в нашей планете. И в итоге 780 миллионов людей уже, естественно, друзья, погибло из-за вот этой вспышки. Что ж, давайте мы тогда сейчас, друзья, попробуем по максимуму, наверное, нафигачить вот этих всяких кругляшков. И в итоге, естественно, мы сейчас на них, знаете, что сделаем, друзья? Пошлем какой-нибудь астероид. Я думаю, наверное, один астероид вот в эту кучку вот этих шариков будет вообще самое то, прям бомба. И в итоге, я думаю, сейчас будет взрыв хорошенький, ну, хотя бы на половину планеты уж точно. Наверное, это будет самое мощное разрушение за всю историю человечества. Ну что же, 3, 2, 1, поехали. Всё, друзья, наша стройка летит, и в итоге бам! Офигеть, друзья! Вот это да, жесть! У меня даже просто игра повисла. Я сначала подумал, что всё, она сейчас, наверное, вылетит, но в итоге вы сами видите последствия этого взрыва. Офигеть. То есть, в принципе, планета ещё как бы более-менее жива, но фишка в том, что она где-то до половины пуста внутри, то есть это из-за астероида и плюс, естественно, вот этих наших шариков. То есть, в принципе, благодаря этим шарикам можно реально очень-очень хорошо даже зафигачить нашу планету. Я бы хотел ещё, естественно, друзья, попробовать, но чё-то сейчас я уже побаюсь, потому что мне кажется, что если я опять-таки сделаю кучу шариков, то у нас просто тупо, наверное, вылетит игра. И это реально прям будет возможно, кстати. Поэтому давайте я, знаете, что сейчас сделаю? Я, наверное, сейчас нафигачу вот сюда вот этих шариков и в итоге, думаю, отсюда мы опять-таки сделаем такой небольшой взрывчик. И я хочу проверить, друзья, достанет ли вот такое количество шариков ту дыру, будет ли всё-таки у нас сквозная дырка в нашей планете, либо же нет. Хм, смотрите, друзья, всё-таки не достало. Вот это, конечно, жалко, поэтому давайте мы тогда сейчас опять-таки ещё до конца зафигачим наши вот эти шарики. Всё-таки это новое оружие, поэтому мы сегодня будем так плотненько его рассматривать. Ну и, естественно, не будем забывать про наше старое оружие, которое прям очень-очень нам хорошо помогали разрушать наши планеты. И, кстати, друзья, хочу вам сказать, что это не основное оружие, это не основное обновление, которое нам добавили. Также нам добавили ещё новые скины на наши планеты. Особенно меня интересует вот этот скин робота-планеты. Выглядит на самом деле очень бомбезно. А также ещё тут, смотрите, какая-то газообразная планета. А вот остальные три таких, и вроде бы четвёртые, тоже бы были. Ну, короче, две вот эти штучки мы точно сегодня рассмотрим. Так, ну и чё там? Чё там с нашей планетой-то? Дырочка, друзья, пока что у нас ещё не появляется. Да что ж такое-то? Может быть, я её не там делаю? Смотрите, в принципе, планета у нас уже полностью зафигачена. То есть, людей, друзья, уже тут не осталось. Поэтому я сейчас запускаю три вот таких астероида. Раз, два, и третий решающий. Ну, дырка есть, всё, друзья, наконец-таки, смотрите, вот она, родимая дырочка, которую мы так долго вместе с вами делали. Но в итоге, как-то так сегодня мы разрушили планету Земля. Поэтому давайте мы сейчас будем приступать к вот этой странной, непонятной роботопланете. О да, друзья, вы просто посмотрите на это. Выглядит она вообще прям бомбезно. И мне кажется, она точно попрочнее, чем наша Земля. Поэтому мы сегодня точно испробуем все наши орудия, чтобы проверить, какой же всё-таки окажется максимально эффективным. Естественно, я, наверное, начну, ребятоньки, постепенно с нашего самого старого доброго астероида, который прям очень-очень мощно летит на эту планету. И в итоге, бам, друзья, всё. Сразу же мы один миллион человек победили. И это, в принципе, очень круто. И стоп, в этой планете дырка? То есть, стоп, внутри ничего нету? Пусто, серьёзно? Или мне показалось? Ну-ка, давайте мы сейчас лазер вот этот выберем. Да, смотрите, друзья, эта планета внутри пустая. Вот это подстава. Ладно, может быть, мы знаете, что, ребятоньки, сделаем? Возьмём, просто тупо начнём взрывать эту планету изнутри. А что происходит с этим шариком? Офигеть! То есть, он находится там внутри, как в каком-то магнитном поле, что ли, да? То есть, его там фигачат вообще в разные стороны. Давайте мы тогда сейчас, естественно, просто возьмём, накидаем их целую кучу. Потому что, как раз таки, мне кажется, это обновление, эта планетка и эти шарики, они с собой взаимосвязаны. Потому что, реально, смотрите, хоп, они там вертятся, как на какой-то оси, как будто это ядро этой планеты. И смотрите, они сами по себе, кстати, начинают уже потихонечку активироваться. Некоторые из них уже начинают краснеть. И я думаю, что в скором времени они уже сейчас, друзья, бахнут. Поэтому мы сейчас просто тупо будем выжидать, когда всё-таки один из этих шариков сработает. И настанет просто огромнейший взрыв, который просто тупо одним разом зафигачит абсолютно всю эту планету. Вот я не знаю, конечно, ждать или нет, но я думаю, что всё-таки стоит подождать. А также можно всё-таки и помочь нашей планетке, да? Ну ладно, давайте чуть-чуть подождём. Ну, короче, друзья, вы сами видели то, что что-то у нас пока что ничего не происходит. Поэтому я добавил ещё немножко вот этих шариков. И теперь я, наверное, запущу, ну, вот такой, допустим, астероид, да? Он будет поменьше, но я думаю, это сработает. И в итоге... Офигеть! Опять, друзья, вы просто посмотрите! Всё залагало. И... Стоп, что происходит вообще? Вы это видите? Вроде бы какие-то осколки на меня летят, а вроде бы ничего не летит. Как это вообще понимать? Стоп. Серьёзно? Это и всё? Я думал, друзья, сейчас будет просто мегаэпичный взрыв, а в итоге вроде бы наша планета ещё жива, да? Причём очень-очень хорошо, поэтому давайте мы тогда сейчас просто возьмём какой-нибудь хороший лазер, допустим, вот такой, и начнём фигачить поверхность нашей планеты. Ну да, в принципе, вы сами видите то, что вот так она намного эффективнее фигачится. И, как я понял, самое главное это, естественно, мочить вот вот эти огоньки. То есть это какое-то электричество, либо же роботы, да? Кто там вообще на ней живёт, кстати, можете написать в комментариях ваши догадки. Мы, естественно, их, получается, вот так уничтожаем. И у нас уже практически вся планета уничтожена, и теперь точно вся планета уничтожена, друзья. То есть какая-то странная непонятная планета, я даже не знаю её название, но почему-то она пустая внутри, и это реально выглядит очень-очень как-то необычно. Ну что же, а мы тогда сейчас приступаем, друзья, к финальной, очень странной планете. Я даже не знаю тоже её имени, но мне кажется, что она газообразная. Но это сейчас мы вместе с вами, естественно, выясним. Ну и в итоге мы переходим к последней заключительной нашей планете. Это вот такая газообразная планета. И, в принципе, моя теория подтверждается тем, что на ней ноль людей проживает, друзья. То есть вообще ничего живого тут нету, поэтому давайте мы будем смотреть вообще, как с этой планетой можно расправляться. Естественно, начну опять-таки с астероида, и... Стоп, погодите-ка, а не такая она уж и газообразная? Вы видите то, что она всё-таки как бы что-то внутри-то содержит? Это, конечно, очень странно. Ну-ка, лазер, ну-ка, давайте-ка сейчас мы лазерем, тогда сейчас просто возьмём так, зафигачим тут всё. И, в принципе, если я буду удерживать лазер, насколько быстро дырка будет? А, ну, слушайте, а дырка реально быстро сделалась, причём очень быстро. И, кажется, там внутри, опять-таки, друзья, вроде бы даже пустовато. Да, смотрите, сейчас я вот так дырочку специально расширю, и в итоге можно будет заметить то, что в ней реально, друзья, какое-то пустое место есть. Стоп, а как это вообще? Может быть, мы опять сюда запустим каких-нибудь этих штучек? Да, смотрите, мне кажется, и эти штучки везде прям, получается, задерживаются внутри наших планет. В итоге начинают, естественно, вот так группироваться, и, естественно, мы потом просто возьмём вот так, активируем их, и благодаря этому они взрываются и, естественно, фигачивают нашу планету изнутри. Давайте я тогда сейчас просто по максимуму попробую нафигачить вот этих штучек. Надеюсь, что нас игра всё-таки выдержит, потому что это было бы очень даже интересно, друзья, посмотреть вот такое прям огромное количество наших взрывчаток, можно так сказать, да? Ну что ж, друзья, я, наверное, всё-таки начну вот именно с этого. Надеюсь, что этого будет достаточно. Всё, посылаю астероиды, и в итоге... БАМ! Отлично! Опять-таки происходит взрыв, всё слагало. Ух ты, ё-моё, друзья, меня даже оглушили. Ну, в принципе, всё. Вот, друзья, вам и эксперимент. К сожалению, наша игра не выдержала такого прям напора, и нас всё-таки выкинуло, но я думаю, что всё-таки наша планета, наверное, разлетелась. Кстати, напишите вы обязательно, друзья, в комментариях, что думаете вы. Разлетелась ли она вообще на все части, либо же нет. Если всё-таки игра не выдержала такого натиска, то я думаю, что всё-таки это как раз-таки и произошло. Ну а с вами был Илюша, игрушка под названием Solar Smash. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok